Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал 7 Семян и я Лариса Зарубина. Сегодня у нас ролик посвящен посадке лука на перо. Вы мне скажете, ну, Лариса, даешь. Припозднилась ты слишком поздно. И вы действительно, друзья мои, правы. Но я предлагаю вам посадить лук не на репку, а именно на перо. Дело в том, что лук, который мы с вами сажали гораздо раньше и сажали его на репку, с него, если по-правильному все делать, то нельзя брать зеленые перышки на еду. Дело в том, что тогда любое вот такое вот щипание лука на перо будет плохо отражаться на самой луковичке. Поэтому я предлагаю вам специально посадить именно лучок на перо. То есть то, которое мы будем употреблять с вами в летние салаты или же в другие закуски. Но прежде чем начать ролик, друзья мои, я хочу объявить результаты конкурса. Конкурс у нас объявлен. Победитель, конечно же, у нас есть. Но победитель будет у нас объявлен в комментариях, который закреплен под роликом сразу. Комментарии 7 семян и в нем ссылка на победителя. Так что, друзья мои, заходите и смотрите, не стали ли вы победителем. А приз у нас, еще раз повторяю, это сертификат на 500 рублей в интернет-магазин 7 семян. Такие конкурсы у нас будут еженедельные. Так что рассказывайте своим друзьям, знакомым и пусть тоже принимает активное участие в розыгрыше. Ну что ж, давайте теперь приступим к посеву, посадке самого лучка на зелень. Я не буду говорить о том, что как там можно сажать сложные технологии. Я предлагаю вам вообще посадить лучок по-простому. По-колхозному, как по-другому еще можно назвать. Какой лучок можно выбрать для посева на перо? Любой, друзья мои, все, что у вас осталось от посадки, все, что у вас отбраковка, все, что у вас, скажем так, не кондиция, все мы можем пускать. Но если вдруг у вас остался лучок диаметром, который 3-4 см, такой лучок, конечно, лучше не сажать. Он, скажем так, не совсем хорошего качества получится, сам из перышки. Все-таки лучше для этой цели использовать лучок диаметром 1-2 см, 2,5 см. Это считается лучшим посадочным материалом. Что вы должны сделать? Про лучок мы с вами определились по размеру, теперь самое главное еще. Какой бы лучок вы ни брали, тот, который остался или тот, который свой, все-таки я настоятельно рекомендую вам его перед посадкой обязательно обработать. Сделайте обработку. Дело в том, что грибковые заболевания не дремят. И вирусные, самое главное, тоже. А именно с посадочным материалом мы можем занести всякие различные болячки на наш участок. Поэтому обрабатываем, друзья мои, еще раз обрабатываем. Чем мы можем обработать? Традиционный наш Максим, пожалуйста, годится. Крепкий раствор марганцовки, 5-процентный, тоже годится. Ну, а бабушки наши использовали крепкий соляной раствор соли, вплоть до полстакана на литр воды. И вот в таком растворе они держали лучок буквально 6-8 часов. Ну, а если вы протравливаете Максимом, то, конечно, соблюдайте строго по инструкции. Там 30 минут и не более тугом. Все, лучок мы обработали. И я рекомендую вам после обработки поместить его в пакет буквально на дня 2-3. За это время ваш лучок образует вот здесь маленькие беленькие корешки. И, соответственно, он быстрее вступит в фазу активного роста. То есть даст нам быстрее перышки. Мы же перышки пытаемся вырастить. Ну что ж, приступим. Грядку, конечно же, под основной лучок готовить нужно заранее. И желательно бы вообще с осени. Но под этот лучок можно ничего и не готовить. Прям-таки сразу туда и сажать. Хотя, если честно, посадка лука на перо и посадка лука на репку ничем не отличаются. Технология одна и та же. Если это весенняя посадка, зимняя посадка, конечно, отличается. Я сейчас говорю про весеннюю посадку. Поэтому, друзья мои, технология такая же и наполнение грядки такое же. Лучок у нас любит почву легкую, питательную. Впрочем, как и все растения. Поэтому, друзья мои, лучше, конечно же, в грядку перед посадкой, которую вы запланировали, для посадки лука, под весеннюю посадку или под перо, подготовить заранее. Внести питательные вещества. Но если у вас нет, это получилось стихийно, вот как у меня. Тогда будем сейчас сразу же эту почву смесь носить. Грядку мы делаем, ну, вот так, произвольно. Делаем канавку. Глубина канавки должна составлять, внимание, над луковичкой должно быть вот здесь расстояние 2-3 сантиметра. Больше не надо. Мы же все-таки его на перо выращиваем, а не на луковичку. Канавку мы с вами сделали. Мы ее проливаем. Я проливать не буду, у нас идет сезон дождей. У нас льют дожди каждый день. Поэтому я ничего трогать не буду. Если из года в год вас мочает луковая муха, и она вам, скажем так, уничтожает половину урожая, я предлагаю вам воспользоваться прекрасным компонентом, который поможет вам с этой проблемой исправиться. Это табачный пыль. И при составлении питательной смеси, если, как я уже сказала, что вы вместе со мной сейчас сажаете, не делали заранее, грядку не подготавливали, мы сейчас составим с вами питательную смесь здесь, вот здесь, непосредственно в ведре или в тазу. Если у вас большой объем, тогда большое ведро. Если маленький объем, как у меня, тогда можно вот и в тазу все сделать. Сюда я добавляю хорошую горсть табачной пыли. Сюда я добавляю хорошую горсть навоза, даже две. И хорошую горсть биогумуса. Если у вас есть компост, тогда компост вместо биогумуса. Прекрасное дополнение и питание. У меня биогумус. Но если вы городской житель, может у вас такого не быть, что у вас и нет с собой компоста. Тогда биогумус добавляем. Хорошую горсть. И уж если вас совсем одолевает луковая муха и другие вредители, я рекомендую вам еще прикупить для сада вот такой вот диатомит садовый. Мало того, что он обогащает почву, как почвоулучшитель. Здесь драгоценный кремний. Но еще при всем этом он обладает уникальным свойством. Он нарушает слой, восковой слой у насекомых. Тем самым они умирают от иссушения. Приклеивается к ним и забирая у них влагу. И умирают насекомые от иссушения. Поэтому я рекомендую вам тоже в почву внести диатомит и сверху его посыпать. Так. Все. Больше сюда я никаких удобрений добавлять не буду. Я сюда добавлю еще горсть золы. Все. Вот у меня почвосмесь готовая. Я ее хорошо перемешиваю, вымешиваю. И сюда делаю канавку. И просыпаю почвосмесь. А дальше, друзья мои, самое интересное. Если у вас болит спина, как у меня, или болит руки после активной посадки, я предлагаю вам даже не мучиться. Взять лучок и вот так прям его разбрасываете. Ну, можно так, чтобы почаще даже. Мы же все-таки выращиваем его на перышку. Дело в том, что лучок, как бы вы не бросали, он все равно найдет дорогу. И луковичка, даже если она у вас посеяна вот в таком вот виде, она потом все равно, даже если она вот так вот будет лежать, она потом все равно развернется, и стрелка пойдет, перо пойдет все равно вверх. Так что не беспокойтесь, ваш лучок все равно прорастет. Что я делаю дальше? Можно использовать любое удобрение для луковичных, можно ничего не использовать. У нас, в принципе, очень хорошая почвосмесь мы с вами уже составили. Ну, если у вас почва очень бедная, можно добавить дополнительное удобрение для луковичных. Это может быть абсолютно любое удобрение. Любое. Если у вас ничего нет, можно сверху еще раз просыпать просто этой питательной смесью. Но у меня почвосмесь хорошая, поэтому я ничего больше делать не буду. Я сейчас просто заделаю вот так лучок. Еще раз повторюсь, что глубина заделки должна быть над ним 2 сантиметра, не больше. Что теперь я дальше делаю? Я прямо-таки вот так вот тяпкой и пристукиваю, чтобы лучок у нас хорошо прижался к земле. Почва у меня влажная, больше я делать ничего не буду. Ну и все. Если у вас еще жители мучают вас наземные, то есть часто бывает такая ситуация, что лучок страдает, тогда еще сверху диатомичку, как я вам сказала. Прямо так вот произвольно присолите его. И можно, я уже сказала, вам добавлять прям сразу непосредственно в грядку. Конечно, я понимаю, если плантация лука большая, и у вас большой участок, и вам сажать нужно большую плантацию, тогда, друзья мои, вы просто делаете канавку, проливаете ее, просыпаете золой, удобрением для луковичных, и сажаете лучок, заделываете, и все. Это для больших плантаций. Ну а для мелких хозяйств, таких как вот мы с вами, которые любят повозиться, посоставлять почвосмесь, и получить от этого колоссальное удовольствие, я предлагаю вот такой способ. Расстояние между такими рядками, если вы сажать будете много, буквально 10-15-20 сантиметров, не больше. Все-таки мы его будем выращивать не на луковичку, а именно на перо. А если вы сажаете на луковичку, тогда расстояние между ними 20 сантиметров, между луковичками 10 сантиметров. Ну а если на перо, то тогда я вам показала, как сажаем часто, часто, часто. Все, друзья мои, посадка наша закончилась, посадка за 2 минуты фактически. Так что я очень надеюсь, что мой ролик вам пригодится, и вырастет прекрасный лучок на перо. Не забывайте только его поливать и мульчировать, потому что лук, несмотря на легенды, что это засухоустойчивая культура, он обожает полив. Обожает полив и хорошую кормежку. И тогда у вас будет и перо прекрасное, и маленькая полноценная луковичка. Все, я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале 7 семян. Не забывайте проверить, вдруг вы тот самый победитель, который у нас в комментариях под роликом. Всем пока!